здравствуйте друзья приветствую вас Юрий на своем канале Тимашевск сегодняшняя тема опять чача значит у нас проходит сейчас первый прогон на моих аппаратах универсальных комбинированных аппаратах значит вот этот аппарат у меня на 4 киловатта и ровно на мощности 4 киловатта проблем с ним не вызывает не бывает так самогон выходит тепленький при хорошем напоре подачи воды струи воды самогон чуть тепленький это нормальное явление тогда перепад на стенках самого аппарата происходит разность температур правильная разность температуры поэтому флирма отделяется как положено а в тех аппаратах например вот в этом аппарате который уже делаю не первый прогон в 6 киловаттном аппарате значит мощность слишком высокая что происходит охлаждение самогона происходит намного лучше но между стенками разность температур происходит происходит меньше что это означает что нижняя стенка самая нижняя стенка для отбора флирмы поменял я здесь шланг на кремнеорганическую резину так это не пищевая у нас флирма и работает при 400 градусов такой шланг по сравнению с силиконовыми 250 градусов максимальная более-менее 200 еще рабочая будем говорить так и вот происходит у нас что разность температур низкая и получается что нижняя стенка у нас не сильно горячая и соответственно флирма стекает но попадает во флирму небольшое количество спирта если это не сильно заметно на первом прогоне но на втором прогоне если сильно не разбавлять сама сам первый прогон то есть до 30 градусов не ниже а то и выше бывает бывает я и 40 прямо прогоняю но тогда флирма выходит большее количество и спирта попадает соответственно большее количество что для этого нужно сделать для этого нужно сделать на большей мощности уменьшить напор подачи воды то есть напор уменьшаем и получаем на выходе более теплый самогон это не означает что будет потери по пару а просто более теплый самогон и разность температур между стенками повышается то есть вот этот вот аппарат может дать и 7 8 литров в час если создать больше сосуд с большей площадью то есть пять раз больше можно сосуд поставить нормальный подать побольше мощности а то он может 8 выдержит даже киловатт производительность у этого аппарата будет конечно выше у этого аппарата рассчитано было производительность именно к моему обогревателю потому что делал я его первый и вот здесь попал в перегрев как говорится самый правильный перегрев и на этом аппарате на 4 киловаттах он работает лучше чем 6 киловаттный дело в том что не про главное не производительность а чистота но те которые ценят как сказать не больше чистоту самого напитка а получение как бы больше крепости и больше количества то тогда тут разная тут проявляются разногласия значит если вы хотите получить количество чище тогда флегма выходит всегда то есть набрано чуть-чуть вода а дальше идет пар лишнее давление истекающие тяжелые масла по цилиндру отдельному цилиндру для флегмы весь забор происходит по шлангу в банку или в сосуд значит сейчас я специально делал из белого винограда и вот оно свежее я даже его и как бы говорится не отстаивал сразу залил и залил по горло вопрос был такой у меня на ю тубе в роли предыдущем ролике задом такой что а как его мы как он если он засорится то есть на авито то же самое пишут как обслуживать как засориться ребята он сделан таким способом что он просто не может засориться и запас такой что даже если какая-то часть засориться в спирт это не подойдет никак не попадет потому что отделы разные и все это любая фракция которая может выйти через трубку она намного меньше может попасть туда намного меньше чем эта трубка и вот внимательно если посмотреть вот были плевки начале как пошла пена и вот виноградная шкурка как сказать шкурка это не шкурка это это структура будем говорить самого винограда а шкура как такого нет шкурки задержатся в нижней части и будут стекать и будут стекать вместе с флегмой слишком тяжелые в бак а вторая степень очистки флегмы уже будет стекать вот сюда вот она истекает значит так как вот эта вся пена гуще структуры солюлозной будем говорить структуры винограда прошла я дождался когда пойдет более чистый состав и вот спирт если так принюхаться спирта практически нет уже но поначалу он как как бы был сейчас его уже нет вот я сейчас хочу открыть вот прошло время то есть у нас где-то набралось ну литра почти 5 литров не 5 ребята это 30 литров это где-то 6 литров набралось жидкости жидкость чистая вы видите да чтоб хоть плевки идут хоть какая бы гадость туда не попадала в секцию для дистиллятора все попадает только пар никакие фрагменты плевки туда попасть не могут потому что изначально было сконструировано мной так я не знаю как делают другие но сделано так чтобы плевок не мог пройти в один сосуд соответственно и во второй сосуд вот как-то сделано так что я сделал как мощность мы нагрева не можем создать на вот этом мощном аппарате мы не можем создать 6 киловатт а то и выше я уменьшил поток воды все равно все равно щупаю самогон будем говорить слегка теплый то есть он слишком мощный он его очень сильно охлаждает это хорошо папа по потерям но для перегрева для перегрева это плохо еще раз говорю если мы хотим получить чистое то флегму мы сливаем постоянно и на первом и на втором может спирта мы получим на 10-15 процентов меньше по общей массе если мы делали на каком-то простом дистилляторе но чистота этого напитка будет лучше это гарантирую потому что это делаю пробую и постоянно употребляю значит теперь я попробую открыть вот этот вот шланг я поставил сюда краник так как краник у нас не пищевой то есть для обычный краник для садового полива будем говорить садовой техники капельного полива вот он идет недорогие такие вот удобные очень краники подсоединил меня на этот пятерку шланг и получилось вот такая вот приблога я сейчас открою и посмотрю чтобы вам было это все хорошо видно какая пойдет жидкость то это уже вышло 6-7 литров где-то 6 литров точно вот вышло я сейчас открываю его и смотрю что же будет одной рукой все это сделать тяжело вот вот я открыл смотрите пошла жидкость конечно она мутная чуть-чуть есть пар все-таки она горячая соглашусь а вот так как она горячая это очень хорошо значит видите как мало ее вышло значит видите да вот она вышла видите как мало значит здесь я был подходил к нему полтора часа назад вот первое эту гадостью вылил плитки все все вылил набрала 6 литров тогда было где-то два с половиной три литра вот пока эта гадость вышла видите да насколько я больше ну плитки от них не избежать то есть когда полную набираем плитки сосуд выбираем полный плитки старайтесь набирать всегда сосуд меньше и получилось что видите да за час полтора осталась только тяжелая жидкость она такой имеет такой имеет прозрачный цвет вы видите да еще все таки все таки хипение целлюлозу целлюлоза все таки осталось еще от винограда но она конечно концу прогона выйдет вся но я вам объясняю то что чистит он хорошо и он не засоряется и никакого обслуживания кроме как промывки напором воды здесь не нужно так что вот видите да вот это вот тяжелые сивушные масла а спирта здесь нет абсолютно нет вначале вот он был а сейчас его нет то есть аппарат показывает себя самой наилучшей стороны единственное надо было сделать доработку для чего это сделал для того чтобы терять меньше спирта но с возможностью слива с возможностью слива этой жидкости теперь я вам скажу распыление происходит вот нижнего звена отбора флегмы где-то в середине но не меньше 25 сантиметров это означает что 25 сантиметров по этой длине получается у нас где-то 250 300 грамм запас 250 грамм минимум 250 грамм флегмы может собираться конечно здесь не 250 грамм то есть у нас еще запас есть вот эта жидкость если будем брать вот с этой колбы было всего всего лишь вот так а у нас есть еще вот запас то есть в два часа раз будем говорить два в три часа раз пока идет вот это вот прогонка зависимости от нагрева чем нагрев больше тем процесс быстрее чем нагрев меньше тем процесс более медленнее на этом основа весь процесс перегонки с отбором флегмы и в два часа раз открыть и слить вот эту вот самую гадость которую нежелательно пить и вы гарантированно получите гарантированно получите самый приятный самый натуральный самый чистый напиток нередки случае еще идет такое дедовское мнение что не очищенный самогон портит зрение и кто вот пьет самогон все время говорят быстро слепнут люди там слух пропадает и еще правда оно или неправда но каждые сутки говорят есть доля правды поэтому если люди мой отец всегда говорил что то пьет не очищенный самогон и вот это вот и хоть даже чачу не очищенный на не раньше слепнуть вот такое мнение как бы было вот это сивушные масла вот эти вот какие-то тяжелые спирта спирты есть и фенолы образующие конечно не малых количествах но вот все таки такое мнение бытует что они вредны для организма поэтому я делаю именно вот такую очистку для себя пускай два раза она проходит эта чистка пускай потеря будет чуть больше но напиток будет соответствовать тому качеству которого мы от него ждем почему я вам скажу охлажденный напиток всех даже не лучшие огоньки сильно охлажденный напиток пить как бы приятно но когда опиток постоял на столе и нагрелся то есть температура его повысилась я не говорю 20 градусов пускай будет даже 3 до 20 градусов прийти его вообще невозможно эту чачу при 20 25 градусов пить разведенного разбавлено до 40 градусов будет приятно не сильно корчаясь как говорится не зажимая глаза не изменяя мимику лица пить ее можно понимаете да что это означает что степень очистки будем говорить неплохая на этом я свой видеоролик заканчиваю и если какие-то опять же вопросы есть я ссылку на авито выкидываю эту ссылку для чего для того чтобы задавали меньше вопросов соответственно на ютубе она будет мои подписчики посмотрят ее и кто заходит на авито там ищет и хочет приобрести также работает отправка я и конечно не делаю много вот 1 2 потом попался материал там достал еще пару штук сделаю и вот как-то периодически делаю те люди которые знают хотят то есть покупает аппарат на долгий срок службы избавляют себя от многих головных болей и наслаждаются качеством а качество зависит ребята от того как вы будете это делать если это будете делать душой будете за этим следить то она и будет работать но в принципе в два часа раз открыть краник будем говорить так никакой сложности в этом ребята нет поэтому все что даже если вы не открыли краник не за один раз 250 300 грамм флегмы самой тяжелой останется в этой колбе все что лишнее перельется ребята все что лишнее перельется через эту колбу она попадет обратно в сам сам сосуд с которым находится драга или сусло вот на этом я свои видеоролик заканчиваю если есть какие-то комментарии если у кого есть какой-то дополнительный опыт и он применяет это в самогоноварении делитесь буду очень рад общения